Сказанное Южанкой в Москве наглядно демонстрирует, с какой целью в Россию едут миллионы незаменимых работяг. О планах своих земляков приезжая женщина рассказала русской журналистке. Перед тем, как продолжить просмотр, просим вас поставить лайк и далее оставить комментарий под видео, спасибо за понимание. Возвращаясь домой поздним вечером, журналистка Наталья Ос обратила внимание на следующую картину. Около винного магазина на скамейке сидит женщина азиатской внешности и щелкает семечки, кидая шелуху прямо на асфальт. Наталья рассказывает, что когда она подошла чуть ближе, то увидела, что угол лавки уже был засыпан шелухой. По ее мнению, даже лица без определенного места жительства, не устраивают такое свинство. Женщина, живущая в соседней многоэтажке, решила не проходить мимо этого безобразия и остановилась, чтобы сделать замечание. Она спросила у приезжей, зачем она бросает шелуху прямо возле себя и отметила, что потом кому-то придется убирать. В ответ на справедливое замечание женщина заявила, что у нее нет отдельного пакета для шелухи. Судя по всему, у них на родине подобное считается нормой. Журналистка сказала ей, что если нет пакета, то щелкать семечки на улице и вовсе не стоит. Мол, если так сильно хочется, то лучше делать это дома. Да и вообще, в общественных местах надо соблюдать порядок и чистоту. А дальше, по словам Натальи, началось что-то невероятное. Случился самый настоящий культурный обмен, в результате которого наглая дама выложила следующее. На фото приведу основные тезисы сказанного. Друзья, и это только начало. По мнению лузгающей семечки женщины, все русские, это нацисты, так как говорим о том, что Москву и Россию построили и создали русские люди. Приезжая говорит, что они намного лучше нас, русских, потому что они чистые, не пьют и не употребляют запрещенные вещества. Русских азиатка называет алкоголиками, мол мы каждые пять минут, заходим в винные магазины. Причем идут все, мужчины, подростки и дети. А у них, видите ли, дети уже с пяти лет помогают родителям по дому. Наши русские так не делают, считает она. Дальше, интереснее. Приезжая говорит, что мы отняли у них Сибирь, и этот факт, заставил их скитаться на протяжении долгих лет. А теперь они просто вернулись в страну, принадлежащую им по праву. Вернулись за своим и эта страна будет принадлежать им, четко говорит женщина. Журналистка Наталья буквально опешила от услышанного и задала вопрос, чьей будет Россия. В этот момент приезжая, похоже поняла, что сказала лишнее, и повторять слова о будущей принадлежности России отказалась. Напоследок она назвала себя гражданкой России, имеющей точно такие же права, как у коренных россиян. Дословно ниже. На первый взгляд сказанное выглядит бредом сумасшедшего. Однако это именно та политическая программа, с которой к нам едут миллионы спецов. И ведь очевидно, что все это она не сама придумала, а ее кто-то научил. Согласно многочисленным опросам, большая часть приезжих не хочет жить по нашим законам, отдавая предпочтение шариату. И тут вспоминаются слова сенатора Клишеса, сказанные в рамках недавнего юридического форума. На примере этой нахальной особы мы видим, что никакой ассимиляции не происходит. Главная цель, это заменить нас самих. Прощаясь с Натальей, приезжая заявила, что ничего и никого не боится. Говорит мол если бы боялась, то убрала бы следы за собой. И что в итоге? Все что рассказала азиатка, это обычный набор претензий к русским. Причем не ко всему многонациональному народу нашей страны, а именно к русским. Кстати Наталья сказала, что часть разговора она записала на видео, но приезжая угрожала ей, что если она выложит это в сеть, то ее накажут. Говорит, что накажет аллах, но я уверен, что имеются в виду конкретные люди. Интересно, а те, кто завозит приезжих миллионами, осознают возможные последствия? Да, среди них есть по-настоящему дружелюбные и трудолюбивые личности, но они составляют меньшинство, их крайне мало. Делитесь этим видео с друзьями. А также не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.